Ты вставляешь ее в рот, она крепится к небу у тебя, и там есть такая платформа с датчиком, которым ты языком можешь, кончиком языка, управлять, как обычная мышка. Ну, там, типа, курсором двигать, кликать и так далее. И это нужно для людей, у которых заняты руки, но им нужно как-то манипулировать. Это могут быть врачи или люди с ограниченными возможностями. Очень забавная штука. Почему к вопросу про нейронные связи. Интересно, каково такой штукой управлять. Не так ли это, как по часовой крутить рукой по животу и против часовой по макушке головы? Сейчас все слушатели и мы немедленно... Сейчас, подождите. Так, это против часовой, а это... Я умудряюсь это делать, но по голове я почему-то круговыми движениями похлопываю. Ну, короче, вроде работает. Это японское изобретение. У меня такой вопрос. Почему ты спрашиваешь? Я вот не знаю. Ну, потому что обычно такого рода экистику придумывают японцы, вот по моим ощущениям. Как дела ваши? Я сегодня утром шел на встречу с Аней Линской, свежеоткрывшимся пять дней как классному кафе в Ереване и слушал последний выпуск, где был ты, Далер, Лёва и, собственно, Аня. Короче, как-то прикольно. И у вас был утренний выпуск, а у нас сейчас вот некий вечерний. Вечерний. Да. Дела замечательные. Я был в отпуске. Класс. У тебя закончилось все уже? К сожалению, да. Хочется еще недельку. А у вас... Непонятно. Да. Теодель. У нас... Ну, я не в отпуске. Наоборот, как бы хотелось бы, конечно, в отпуске. Но не знаю. Я только про погоду, наверное, могу сказать. У нас подразумевалось, что будет уже вот-вот все хорошая погода до 20 градусов прогревалась, но потом передумывал обратно. Плюс 10. А это ощущается как холодильник? После 20 точно. Вообще нет. Не-не. В целом комфортненько. Ну, в худи можно по улице ходить, в общем-то. Ну, в худи это хорошо. Но не рекомендуется. Это хорошо. Вот. А так... А так... Ну, не знаю. Ну, прикольненько. Прикольненько. Я тут это начал буквально увереннее себя чувствовать на всяких ледовских делах. Вот это вот все. Круто. Круто. Ты уже освоился на работе более-менее новой. Да-да. Я уже начал впрягаться, когда кто-то чем-то недоволен с нашей стороны. Я такой типа... Ты что ты... Ты сам-то кто вообще? В Швеции есть такое понятие, как испытательный срок? Или если вас берут, то все, вы там до пенсии? Есть, конечно. И он удивительно длинный, бляха-муха, шесть месяцев. Мне кажется, это круто, потому что я где-то слышал, что обычно для того, чтобы тебе въехать нормально в задачи, тебе нужно много времени. Ну, типа полгода. Ну, с этой точки зрения, конечно, имеет смысл, да, но... Мне еще кажется, что полгода – это хороший срок, потому что он дольше, чем... То есть, когда ты работаешь три месяца, может возникнуть такая ситуация, что сейчас я три месяца постараюсь хорошенько, вот, а потом ты как бы этот спринт проходишь, и дальше у тебя, может, твоя производительность быть не такой, которая, может быть, оттяжа давит, и ты, может быть, сам себя вымотаешь, а полгода так ты просто типа работаешь, как будто ты работаешь. Случались в моей практике такие эпизоды. Ну, не с моей стороны, в смысле, когда я нанимал на работу, и, да, были ребята, которые втапливали вот во время испытательного первых трех месяцев, а потом что-то был прям как будто тумблер переключали. И потом мы мучились, короче, какое-то время, потому что, ну, типа, формально он был пройден, испытательный срок, а проблемы начинались там, ну, типа, с четвертого месяца. Мой экс-коллега Федя Борщов, известный тех лид, у него есть такое правило, что он предлагает сразу поработать две недели перед тем, как с человеком заключать какие-то отношения. Ну, естественно, две недели оплачиваемые. То есть это не испытательный срок, не тестовое задание, а он сразу подключает человека на какой-то проект, они вместе просто работают. И по итогам этих двух недель они переходят на следующий этап. Это типа на этапе собеседования? Ну, типа, да, такое собеседование. Просто платная работа две недели. А, ну, она платная. Если она платная, ну, наверное, неплохо. Если у него еще и проекты есть такие, где можно быстро так включить человека. Включиться, да. Ну, окей. Ну, на самом деле становится довольно быстро понятно, насколько тебе с человеком комфортно решать какие-то базовые вопросы, типа, как он реагирует, ну, как минимум, на то, что, не знаю, его представляют все остальные команды. Ну, и так далее, и так далее. Так что, ну, да, наверное, в этом есть какой-то смысл. Другое дело, что, мне кажется, ну, мало кто согласится на такое, что пошли такие кандидаты в последнее время, что какие-то кандидаты, ну, которые хотят гор золотых. Условно, все хотят сразу каких-то гарантий, еще чего-то, и думают, что они уникумы и так далее. Ну, как бы, нет, не все, не всегда. Вот я слышал какую-то теорию, типа, как-то, что под поколение Z переходятся какие-то перестройки в мышлении составляет, потому что у якобы у этого поколения другие ценности, они себя ценят выше, и труднее найти людей, которые, ну, стесняются сказать нет и просто из-за этого берутся за любую хердю. Правда? Кто стесняется сказать нет? Поколение Z? Нет, стесняются, наоборот, наше и более старшее поколение. Наоборот, мы стесняемся сказать нет, чтобы не показаться некомпетентными или глупыми, не знаю. Я по себе замечаю, да, у меня просто очень большой круг общения молодых девчонок и мальчишек, условно, в районе 2000 года. И я замечаю, что они более избирательные, они больше ценят свое время, насколько это соотносится с их ценностями. Вот такие вещи. Конечно, я говорю, может быть, про пузырь, там, условно, может быть, московское кругу своего общения. Но мне кажется, по тем статьям, которые я читал, что это какой-то тренд. И я радуюсь этому тренду, на самом деле, потому что, мне кажется, многие вещи, которые я, от которых я отталкиваюсь, когда я принимаю какие-то решения, они исходят из моих каких-то зажимов, моих каких-то, может быть, комплексов. И я бы, может быть, хотел бы быть более разборчивым. А еще, возможно, потому что мы как бы поколение, которым нужно самих себя как-то обеспечивать. И, может быть, у нас детство и взросление выпало на более сложный период, а поколение более молодое, оно пока еще имеет возможность, допустим, поддерживать себя за счет жизни с родителями и так далее. Не знаю. Интересно было бы исследования какие-то прочитать про это социологически. Я хотел довольно жестко прокомментировать, но все-таки поставлю это под вопрос. Вместо жести это будет сомнение. Вот 20 лет человеку, у него прям уже много ценностей, в которых он уверен. Вот такой у меня вопрос. Согласен, да. Но какие-то же у тебя все равно и в 20 лет тоже бывают. Ну, не, я не хочу сейчас, конечно, принизить там всех 20-летних в том смысле, что меня удивляет, как, наверное, это юношеский максимализм, который был и у меня в свое время, но, типа, ты не ставишь под сомнение свои ценности совершенно в этом возрасте, и они могут, ну, как-то идти в разрез с, например, пониманием того вообще, как бизнес устроил, и все такое. Ну, это с точки зрения работы, конечно, честно говоря. Ну, да, ну, как бы стопудово отличаются чуваки. Знают себя, не знают цену. Наверное, так как-то. Если откатываться к вопросу нашему, как у нас у всех дела, и говорить про меня, то у меня, мне кажется, какая-то сюжетная арка появилась в нашем подкасте, потому что сейчас третий выпуск, ну, я же ищу новую работу, меняю вот это все. В первом выпуске мы с Колей обсуждали как бы мое увольнение в контексте, там, трудоголизма и все такое. Вот в прошлый раз мы обсуждали мой пост с ребятами о поиске работы и синдроме самозванца. Вот. Сейчас я как бы понял, как будто бы, в каком ключе мне хотелось бы поработать, ну, более партайм, может быть, там, не знаю, проектным. Но при этом сейчас у меня как бы развитие сюжета в сторону какой-то немного тревожности. Как сейчас как бы так собрать все свои работы, проекты, источники заработка, чтобы как бы не было кассового разрыва. Вот. Поэтому мое настроение такое сейчас. Ну, и ты понял, как? Или пока на пути? Пока на пути. Ну, то есть что-то намечается, но оно такое. Надо его как бы очень-очень железно устаканить и понять, насколько вообще варианты дельные. Насколько будет стабильный инкл. Блин, я тебе должен сказать, что ты отважен. Я не до конца представлял вообще очертаний того, с чем мне предстоит столкнуться. Вот. Пока что я еще не супер тревожен. Такая легкая тревожность, которая помогает что-то как бы держать себя в тонусе. Ой, это кайф. Через неделю буду в Ереване уже. Зашибись. Мы могли бы пересечься втроем, но Аня поедет в отпуск. Нужен совместный выпуск. Ну, совместный. Можно будет, да, сидеть где-нибудь рядышком. Да, да. Вообще легко. Через неделю прям, типа, на следующий. Я бы, конечно, был бы рад присоединиться. Двенадцатого, да. О, кайф, кайф, кайф. А вот Адель. Когда ты в Ереван приедешь. Да, да, да. Когда я в Ереван приеду. Да. Но в следующей неделе, конечно, что-то не получается. А ты планируешь вообще? Да, что-то нет. Ну, слушай, ну ты... Ты как бы задавался этим вопросом? Недооцениваешь направление. Ну да, зря, наверное, я так. В Ереване очень круто. Прямо. В Армении в целом. Да, думаю, да. У меня знакомая, экс-коллега, живет в Ереване, и она выкладывала сториз, что она заблудилась где-то там в ереванских районах, ей было что-то стрёмно возвращаться домой самой, искать, как добраться. И она буквально тормознула полицейскую машину, просила, чтобы они ее довезли. И она ехала на заднем сиденье, вот это вот все как в кино, решетки и так далее. Вот. И полицейские сокрушались. Типа, она живет в Ереване уже пять месяцев, и до сих пор не поняла, что в Ереване почти везде безопасно. Ну, это правда. Вот ощущение безопасности, оно есть. Я ни разу, мне кажется, я ни разу не напрягся. Слово про безопасность и Армению я где-то читал или слышал, что, ну, есть же всякие рейтинги, да, стран, там, не знаю, свободы слова, демократических и прочие, индексы вот эти. И Армения в этом списке уверенно как-то поднимается. Я попробую найти ссылочки, чтобы не быть безосновательным. Для справки, человек, который говорит, что он не напрягся по поводу своей безопасности, это огромный бородатый лысый мужик. Как бы это окружающие при виде него напрягаются, я думаю. Ну, нет, слушай, тут все бородатые, во-первых, мальчики. Даже мальчики бородатые. Я не огромный. Нет, я не имею в виду не подкаст, а Армению и Ереван. Я вот вчера, по-моему, наблюдал, как ребята какие-то играют в футбик на коробке прямо под окнами, и вот среди них был бородатый мальчик. Натурально. Ну, типа, он был явно юным, но у него прям была уже борода. Я такой, о, прикольно. Прикольно. Вот, а еще у меня тут появляются какие-то прикольные знакомства такие. Я, собственно, как-то заприметил очень такого, ну, короче, очень крутого бармена, слэш-официанта в заведении «Феникс». А потом я его случайно видел где-то на улице, курящем возле какого-то другого заведения. А сегодня с утра я его встретил в заведении под названием «Джермоц», собственно, в той кофейне, в которой мы с Аней завтракали утром. И мы что-то уже поздоровались, как какие-то знакомые. Он рассказал, что у него сегодня дни рождения. Вообще удивительно. Такой приятный чел. Много работает, соответственно. Вот работает в одном заведении, в другом, и еще даже в третьем. Это свойство, наверное, 27 лет, когда ты бодр, свеж и и можешь херачить. Я не могу про себя такое сказать в мои 27 лет. Это тут приобретенная бодрость, я подозреваю, когда тебе необходимо на трех работах работать. Ну, наверное, наверное. Мне, кстати, очень интересно было бы попробовать в Ереване где-нибудь оффлайн прям поработать. Если вдруг, Ваня, у вас там есть какие-нибудь вакансии, ты видишь какие-то объявления, я с радостью рассмотрю такие варианты. Мне прям стало интересно. Один из пунктов, о которых я думал, когда стал менять работу, что мне хочется прям изменить как-то деятельность, может быть, попробовать. И поработать руками, может быть, в баре и в кафе. Так что... Хочешь в Швецию? Такой маякой. В Швецию хочу. Как это сделать? Ну, ты там. Зашли резюмешку, я посмотрю. Я не знаю, у нас просто не так много, наверное, вакансий открытых. Но я тебе могу прислать список, посмотришь, может, что понравится. Давай, давай, давай. Блин, правда, я по-прежнему плаваю в английском. У меня... Я где-то вот между А2 и Б1. И я, конечно, большие успехи сделал. Я зачем-то начал учить турецкий. У меня турецкий подбирается в моем приложении К1. Еще я зачем-то начал учить испанский. Возможно, это плохо для того, чтобы выучить нормальный английский. А может, хорошо. Смена контекста освежает память, не знаю. Мне кажется, да, что это скорее начинает какую-то генерацию новых связей в мозгу. Так что, ну, это точно не лишнее. Мне кажется, кашу это не создаст нифига. Это довольно прикольно. Про генерацию новых связей. Вот я... Простите, если у нас сейчас так плавно хорошо шла тема, я перебью. Я принес пару тем для обсуждения. Ну, давай-ка. Стало попадаться, я начал приносить. Представлена компьютерная мышь, которая вставляется в рот. Называется mouthpad. Суть в чем? Короче, это капа, которая делается специально под каждого человека. Там смолу заливает в рот, делает слепок. Нет, это обычная такая мышь с шариком. Прости, перебью. Да. Ты вставляешь ее в рот, она крепится к небу у тебя. И там есть такая платформа с датчиком, которым ты языком можешь, кончиком языка управлять, как обычная мышка. Ну, там типа курсором двигать, кликать и так далее. И это нужно для людей, у которых заняты руки, но им нужно как-то манипулировать. Это могут быть врачи или люди с ограниченными возможностями. Очень забавная штука. Почему к вопросу про нейронные связи интересно, каково такой штукой управлять? Не так ли это, как по часовой крутить рукой по животу и против часовой по макушке головы? Сейчас все слушатели и мы немедленно... Сейчас, подождите. Так, это против часовой, а это... Я умудряюсь это делать, но по голове я почему-то круговыми движениями похлопываю. Ну, короче, вроде работает. Это японское изобретение. У меня такой вопрос. Почему ты спрашиваешь? Я вот не знаю. Ну, потому что обычно такого рода истику придумывают японцы, вот по моим ощущениям. Компания, которая произвела, называется Augmental. Ну, наверное. Я вижу прям вполне себе прикладное применение такой вещи. Почему нет? Не, ну, Далер уже озвучил несколько кейсов. Типа, да, действительно для врачей, у которых там, не знаю, для хирургов, у которых заняты руки прямо в моменте или действительно для людей с ограниченными возможностями. Вот если бы это был какой-нибудь робот с большими глазами, которого надо целовать, и вот... Это было бы по-японски. Это мышка тоже будет, да? Мышка-робот, которого нужно целовать. Или обнимать во сне. У меня ощущение, что язык натрется. Нет? У меня были опасения, что будет слишком щикотно, потому что вот сейчас попробуйте не оба коснуться языком. Ну, хотя это... Если это будет капа, то, наверное, не будет чувствоваться. Слушайте, а вы когда, например, впервые воспользовались тачпадом, у вас не было странного ощущения на пальцах, что это как-то... Ну, не щикотно, но, короче, странно. И слишком постоянное вот это ощущение скольжения на подушечках немножко триггерило первое время. У меня не было такого ощущения. И, мне кажется, ты имеешь в виду тачпада и макбука, от них у меня точно не было. Но мой первый тачпад – это был какой-то очень-очень старый синкпад, на котором я в Doom играл. И мне кажется, для того, чтобы там делать какие-то движения, тебе нужно просто давить на него, как вот на резистивные эти экраны, которые раньше были до емкостных. У меня тоже не было, но я, наверное... Ну, у меня бэкграунд бас-гитариста, так что у меня на обеих руках кончики пальцев ни хрена не чувствовали. Ну, сейчас уже более чувствительные, конечно. Я с другим столкнулся. Я до сих пор, по-моему, путаюсь, когда двумя пальцами скроллить надо, типа, в какую сторону свайпнуть, чтобы страничка вниз прокрутилась. То есть, либо это должно быть вверх, и типа как? Нет, я в итоге привык, что если я пальцами делаю движение вниз, то и страничка должна вниз крутиться. Да? Нет. Сейчас, надо попробовать. Наоборот. Наоборот. Если я тяну вниз, то страничка должна вверх прокручиваться. Вот. Вот так, да. Так правильно. Ну да, она прокручивается вверх, потому что ты сдвигаешь ее как бы вниз. Да, да, да. Но сугубо такой логической точки зрения, что никакого смысла не имеет, правильно? Ты должен крутить вверх, и страничка должна крутиться вверх. Логично же? Для меня не логично. Для меня вот логичный как раз твой способ. Я читаю всех людей, у которых тачпад настроен иначе, ну то есть инвертированно как-то сумасшедшими вообще на всю голову. Говорю, вы с ума сошли, что ли? Как вы живете-то вообще? А так, наверное, живет где-то половина людей. Если не больше. Ну вот. Ты, Далер, сейчас с таким задумчивым выражением завис немножко. Я подумал, что и изображение остановилось, и у тебя выражение было такое, как будто поиск работы происходит сложно. Я иногда выпадаю, на самом деле, мне кажется, да, из-за всех мыслей, которые у меня сейчас в голове крутятся, потому что есть одна байка театральная. В Самаре был актер в театре каком-то самарском, и у него что-то все навалилось. Квартиру потерял, ему нужно было что-то найти, какие-то проблемы с семьей. А он работает в театре, ему нужно играть. И выходит рецензия на следующий день после какого-то из его спектаклей про то, что замечательная игра такого-то актера, его выражение лица, который там передавал всю глубину роли и так далее, и так далее. А он потом рассказывал, что на самом деле сижу я просто, а у него там немая сцена была, сижу я, читаю газеты и думаю, и, в общем, переживает обо всем, что ему нужно сделать. Мне кажется, у меня иногда такое выпадание происходит. Но я хотел сказать, что эта неделя была богата на инвайты во всякие интересные сервисы для меня. Например, я обнаружил такой сервис, называется Durer AI. Его, мне кажется, делает Тоня Самсонова, это бывшая работница Яндекса. Она сделала The Question, потом она уже присоединилась к Яндексу развивать этот сервис как Яндекс.Кью. Вот. Сейчас она, видимо, ушла и делает свой сервис Durer AI. В чем суть его? В нем есть какая-то нейросетка, в которую ты можешь загружать примеры своих работ. Вот. Как я понимаю, сервис в первую очередь сделан для художников, иллюстраторов. Ты загружаешь это 5-10 штук, под каждой фоткой описываешь примерно, что там находится, чтобы нейросетка это поняла, и нажимаешь генерировать. И он тебе из этого пака создает твою собственную модель, которая в будущем сможет по твоему промпту, по твоему запросу рисовать и выдавать изображение вот в стиле, который ты в нее загрузил. Это как миджорни, только у тебя куча разных миджорни, рисующих в разном стиле. Ты можешь сделать несколько моделей для разных своих стилей, чтобы в них рисовать. И если посмотреть на примеры работ, ну, примеры очень прикольные, мне кажется. Если можно вот такое делать, как бы потоковое, это круто. Мне кажется, это здорово, потому что, ну, и как все нейросетки, наверное, очень здорово сократит время работы, затраты, но при этом все равно остается как бы твой стиль. То есть эта нейросетка натренирована на твоем собственном стиле. Вот, ссылочка будет в описании. И так как я не художник, не иллюстратор, но при этом у меня есть... Считаю себя фотографом, скажем так. Вот, я загрузил туда какие-то фотки пленочные, которые я когда-то снимал и попросил там сделать фотографию Ташкента в этом стиле. И он реально повторил этот стиль. То есть там есть и цвета, и зернистость. И если поставить друг с другом мои фотки и то, что он сделал, получается прям похоже. Вот, предлагаю отправить запрос, что мне кажется, что они достаточно бодро отвечают вообще. А там пока закрытая бетка, насколько я понимаю. Да, закрытая бетка по инвайтам в ход. Что дальше будет, не знаю. Любопытные тенденции. Мне даже эта поэтичность нравится называть сервисы с нейросетями именами художников. Я с Дюрером знаком по этим выпускам на Ютубе Омайарт. Кстати, рекомендую. Очень интересно. Просто мне нравится вот эта концепция. Дюрер стал известен тем, что он довёл до невероятного мастерства гравюры. И он занимался тем, что он делал гравюры. И при помощи этих гравюр... Это не то, что гравюры. Это когда ты вырезаешь оттиск на металле или дереве, а потом наносишь на него краску и таким образом картины отпечатываешь. Вот. И мне даже это интересно. Мне нравится вот эта поэтичность, когда ты в нейросети, которая на основе твоих, грубо говоря, оттисков делает что-то такое же очень похожее. Не, очень прикольная аналогия на самом деле. Тут я зашёл, кстати, к ним на сайт, кликнул на ссылку «Этика», и там написано, что вот эта модель учится на ваших изображениях, которые принадлежат вам, и те изображения, которые она генерирует, насколько я понимаю, тоже как бы после этого принадлежат вам, потому что оно училось на ваших изображениях. Довольно интересно, и поднимает довольно интересные вопросы, ну, в том числе о правах на вот это всё. И, кстати, заодно, вероятно, решает вопрос обучения. Другое дело, что оно же предобучилось на каком-то большом массиве разнообразного всего. Вот будет ли оно, типа, подмешивать что-то, что она знала, ну, как бы до тебя, грубо говоря? У неё есть какой-то опыт, потом ты ей показываешь, а я вот хочу вот так вот. Довольно интересно. Да, интересно, что в ней... Может быть, она просто умеет, там, словно, рисовать ноги. Я понимаю, что такое нога и как она там рисуется. А твой стиль уже дополняет. Но это всё, конечно, предположения. Какого-то разбора там, к сожалению, не было, как это всё работает. Так, а ты говорил, что инструментов несколько. Да, второй инвайт. Я пользуюсь приложением Raycast. Это такая замена Spotlight. Похожа чем-то на Альфреда, только бесплатно. И ещё здесь можно каким-то образом использовать его для команды. То есть, видимо, у нас там могут быть какие-то профили. Прошу прощения, я просто не сразу вкурил. Я только по Альфреду понял, о чём речь вообще. Для немаковозов нужно это. Да-да-да, всё, я понял. Сори, не чекнул свои привилегии. Я говорю про Spotlight. Spotlight – это такая штука, обычно она вызывается по Command-пробелу, либо по Win-пробелу. В Windows, потому что такая штука тоже теперь появилась, кажется. Это строка, которая упрощает доступ к разным частям компьютера. С помощью этой строки можно искать по файлам, можно считать какие-то простейшие вычисления, открыть приложение, выполнить какую-то команду и так далее, и так далее, и так далее. Стандартный Spotlight в целом неплох, но вот этот вот Raycast, он предлагает гораздо больше разных прикольных фич. Начиная от простейших, типа там, сделать всякие закладки и более просто приятного вида внешнего и встроенных каких-то ещё утилит, заканчивая приложением, магазином расширения. Условно говоря, я подключил Zoom, и вместо того, чтобы, когда мне нужно сделать новую запись, новую ссылку, я иду, открываю Zoom, ищу где там эта кнопка «Создать новую встречу» или там «Запланировать», нажимаю и так далее, и так далее. А я просто нажимаю «Command пробел», пишу «Zoom», и он мне уже предлагает сразу либо «Start Meeting», либо там запланировать его. И таких штук здесь полно. И можно писать свои собственные расширения. Это просто, по-моему, обычный JavaScript, который тебе каким-то образом упростит твою работу с компом. И эта штука бесплатная, для команд она платная. И недавно ребята запустили запись на бета-тестирование, расширение, которое позволяет тебе через вот это вот окно работать с искусственным интеллектом, ну, с этим, с AI. Я так понимаю, что там в основе чат GPT-4, к которому они по API как-то подключаются. И вот мне буквально там недавно перед записью пришло письмо, что поздравляем, вы включены в это тестирование. Я еще не успел посмотреть. Но что хочу сказать, если там четвертая версия чат GPT, и бесплатная это при этом, это очень круто. Потому что у меня был месяц, когда я оплатил чат GPT четвертую версию. И сейчас этот месяц прошел. Я спустя долгое время вернулся к работе с версией 3.5, ну, которая там бесплатная. И я в шоке, насколько это небо и земля. То есть, когда я перешел с 3.5 на 4, это было как будто бы не особо значительной разницей. А сейчас я ему пишу и думаю, насколько ты потупел, что произошло. Он вообще меня как будто не понимает и делает очень странные вещи. Либо я разрешил использоваться. Поэтому я протестирую. Может быть, напишу на нашем сайте hobocast.ru какой-нибудь обзорчик. Без собаки только. hobocast.ru, да. Да. Слушай, а ты хочешь сказать, что четвертая моделька уже доступна по АПИ? Получается так? Да, да. Они ее раскатали. Вот интересно. По-моему, до последнего еще была доступна 3.5 turbo, а вот четвертая была бы круто. Надо попробовать. Я не помню. Но, по-моему, там тоже какой-то по запросу будет тестирование. Потому что я в Твиттере видел периодически скриншоты всякие, типа, поздравьте себя, я получил доступ. Насколько это сейчас вообще доступно, не знаю. Слушайте, кстати, про АПИ OpenAI. Я тут попробовал, ну и, по сути, сделал немножко на коленке бота, который расшифровывает MP3-шечки. Ну и, в принципе, любое аудио или медиа. У них есть моделька под названием Whisper. И, господи, как она охерительно работает. Я подсовывал ей разное. Ну, там, начиная, естественно, с интервью, что мне там удобно в работе, заканчивая, например, записями очевидно херового качества Ленина с херовой дикцией. И оно, черт побери, ну, работает. Оно ставит знаки припинания и вот это все, разделяет все это на предложения. Работает очень быстро. Русский язык понимает нормально. Слушай, лучше, чем что-либо, чем я пытался вот заменить живых расшифровщиков. Ну, то есть это уже прям очень хороший уровень. Вот единственное, что я сейчас уперся в то, что, во-первых, сама моделька принимает файлы не более 25 мегабайт. Запись надо как-то резать. Но это решаемо. И другой вопрос, что, ну, я, естественно, сделаю какого-то в Телеграме, а стандартный API-сервер Телеграма принимает файлы до 20 мегабайт. Поэтому я вот сейчас попытался раскатать локальный сервер у себя на ВПС. Но что-то он у меня не запускается, потому что я не настоящий терминаловод. В общем, что-то я им пишу. Подожди, а сервер Телеграма можно развернуть у себя? Можно сделать локальный Телеграм-бот API-сервер свой собственный. И тогда у тебя появится возможность обращаться с файлами до 2 гигабайт даже и все такое. Но что-то у меня пока сервак вроде, ну, типа, раскатался и вроде даже запускается, но что-то ему там не нравится, потому что, опять же, повторюсь, я не настоящий сварщик. В общем, это череда общения с ChatGPT, чтобы не за***ть друзей, которые могут мне точно помочь сразу. В общем, я пытаюсь ему рассказать, что у меня там раскатано и как, а он делает какие-то предположения. Постепенно мы движемся в сторону такие запуска этого сервака. Посмотрим. Я еще сегодня поразился сервису riverside.fm. Это сервис, который позволяет вам записывать подкасты, видео удаленно, дистанционно. Как бы ты как хост, к тебе могут подключаться гости, и это все пишется сразу в облако разными дорожками. Это все синхронизируется по времени между собой. Потому что задержки все синхронизируются. И он разделяет это на разные дорожки, а еще у него есть транскрипция. Я поразился, насколько качественно вообще он все это расшифровывает. Кажется, настало то самое будущее, когда это все делается качественно, быстро и дешево. Я помню буквально пару лет назад, год, когда каких-то таких нормальных решений не было. Особенно по канально, по разной дорожке. К слову, кстати, о решении, которое они используют для speech-to-text, это такие Whisper и есть. Реверсайт это? Да-да-да, у них написано 10 апреля где-то, видимо, в их бложике, что Реверсайт uses Whisper. Круто. Я так понимаю, он множество языков поддерживает, я так понимаю, не только. Он поддерживает почти нахрен вообще все. Неожиданно. Но типа с чем-то он лучше, очевидно, работает, с чем-то хуже. Английский, очевидно, в топе, а русский точно в первой десятке и где-то сверху. Я видел какую-то табличку. Я просто сейчас задумался, заметил, что я в какой-то момент поймел себя на мысли, что перестал замечать, когда в Ютубе включаешь видео и он по какой-то причине почему-то решает включить субтитры, например, я перестал замечать, что они какие-то неестественные. Это фигня. Да, они стали очень хороши. Как далеко техника зашла. Слушайте, они автоматизировали все, включая не только субтитры, но и абьюзы и вот это все. Оно само там автоматически как-то соотносит с базами данных музыки, видео и всего такого и банит тебя. Это, конечно, проблема, потому что если тебя начинают банить на Ютубе, то ты хер вообще допишешься до поддержки Ютуба. Ты отправляешь им вопрос, типа, ребят, вроде все нормально, поясните, пожалуйста. Они тебе пишут, мы проверили, все так, пока, и все. Это действительно очень большая проблема Гугла и Ютуба в частности. Слушай вопрос про Реверсайд. Ну, ты же некий подкаст записывал с его помощью. У тебя не было боязни, что все покушается? Было, было боязнь, особенно то, что я первый раз сегодня пользуюсь. Да, я всегда с боязнью похожу, но вроде нормально было. Меня что утешало? Они очень классно сделали, что у них в интерфейсе была кнопка аплоудинг, и она всегда была типа на 99%, 99% аплоудинг. Я понимал, что видимо как-то пишется и в прямом эфире все это загружает. Но что было бы, если бы у меня оборвался интернет, Wi-Fi, что бывает периодически, я не знаю. Надо, мне кажется, проверить. Давай попробуем записать что-нибудь и, не знаю, специально вырубим Wi-Fi. Оборвать. Ну, на самом деле довольно интересный инструмент. Типа, может нам надо уже всем сразу, чтобы не мучить никого монтажера, чтобы все монтировать само. К сожалению, он достаточно дорогой. Там типа 15 баксов это 5 часов записи в месяц. В целом плюс-минус у нас так и выходит. Да, мы не переборщим явно. Мне кажется, будет даже подешевле, наверное. Слушайте, а есть же еще иишная приблуда у Adobe, которая нарезает, ну, то есть у нее есть набор дорожек с аудио и видео. Ну, аудио прикреплено к видео, они залинкованы каким-то образом. Ну, например, не знаю, это MP4 сразу или там MP4 плюс лавка. Неважно. Так вот, оно все это видит и само вам монтирует то, как этот диалог шел. Типа переключает камеры, если там много камер направленных на конкретных людей, убирает паузы и все такое. Это, по-моему, какой-то плагинчик для премьера. Это прям мощно. Ну, то есть то, на что уходят часы, есть видосы, посмотрите, просто ссылку приложу на видео, где рассказывается о том, как это работает, и там прям в режиме реального времени дорожка такая нарезает и за несколько минут у тебя готовый выпуск. Ну, почти готовый, понимаешь, там что-то подвигаешь. Да, блин, магия. считай, отмечаешь только моменты, которые ты нормально говоришь, но надо нахер вырезать точно. Да, да, это прям бомбически. Я думаю, что нам надо туда куда-то идти и пробовать всю эту приблуду, потому что, во-первых, это очень интересно, во-вторых, это дешевле и быстрее, и, возможно, у нас нас останется время и силы на что-то более интересное. Я тут что это хочу мотивировать-то? Это же отличный рычаг воздействия наших дорогих потенциальных донатеров и патреонов. Давайте мы, типа, мы все равно на ваши деньги это делаем. Давайте мы сделаем какую-нибудь пробную запись вне расписания, грубо говоря, и выложим эксклюзивно. Посмотрим вообще говно, не говно. Да, кстати, почему нет? Давайте попробуем и реверсайт, может быть, и этот самый вот этот плагинчик. Посмотрим, что получится. Я вообще прям за. Только сразу, да, предупреждаем, у нас этот вопрос с качеством видео не решен. У меня всратая десятилетней давности вебка. Ну, вот Олег, кстати, выглядит просто сногжебательно. Мне кажется, свет. А Ваню плохо видно, потому что ему нравится интимность. Вот. Вот так, нормально. тебя. Пипец, я понял, почему тебя пересвечивает нахер сразу. Да, у меня быстро стемнело. Это минус того, что мы по вечерам записываемся. Слушай, я не знаю, какие там дифирамбы надо пропеть Logitech, но десятилетняя камера дает очень хорошую квартиру. да. Прямо большие молодцы, чуваки. Я передам. Съезжаешь в какую-нибудь Лозанну, в Швейцарию, штаб-квартиру к ним. Скажешь, ребята, вы молодцы. Пацаны говорят, зашибись. Да, да, да. Все, у меня закончились приложения, про которые я хотел сегодня рассказать. Ну, вообще, я шел на запись с мыслью о том, что я вам могу рассказать. Могу рассказать про опыт путешествия на тачке по Грузии. Есть, ну, просто набор каких-то наблюдений. Во-первых, дороги кайф в основном. Прямо очень хорошее покрытие, очень хорошее качество. То есть, такой плюс. чуваки вместо существующих довольно неплохих серпантинов строят более прямую дорогу, пробивают очень много тоннелей. И вот пока едешь, например, от Тбилиси до Боржоми на некоторых участках, ты едешь по извилистой дороги, видишь, как рядом строят какие-то просто эстакады, рубят тоннели и все такое. И все это будет прямее, быстрее, прямо хорошо. А те, шоссе, которые существуют, они по две полосы в каждую сторону. Там можно ехать 110 в основном. Все херачат где-то 120, потому что вроде как 10 километров это без штрафа превышения. Ну, короче, просто врубаешь круиз и едешь достаточно-таки с кайфом. Довольно быстро наскучивает, потому что она в основном прямая. И, честно говоря, я в первый раз вот так долго ехал на круизе. Ты что-то едешь и едешь, типа час прошел, как бы ты просто сидишь и подруливаешь. Это немножко странно. Даже немножко притупляется внимание, потому что ты что-то уже совсем расслабился и просто там пальцем на руле немножко двигаешь и все. Вот. что хочу сказать про Боржоми. Охренительный парк между таких достаточно крупных гор. Там течет речка. Там можно ходить, мне кажется, весь день. Попил оттуда? Я пил... В Боржоми не все водоцелепные. Я пил из источника. Источник по вкусу похож на Боржоми, но он при этом не газированный. Которая вот такая типа вонючая короче Боржоми или такая фильтрованная? Да-да-да, я понимаю, про что ты. Вонючие ты синтуки. Не-не-не, есть просто версия Боржоми. На самом деле есть версия Боржоми в каких-то немножко других бутылках. Она даже продается. Она типа вот такая лечебная-лечебная. Она, конечно, не очень вкусненькая. И она, как говорят, провоцирует тебя на более частое посещение туалета. Вот. Нет, я... Вот мы зашли в парк, где-то прямо в начале парка стоит источник. Можно подойти с любой тарой налить туда этой воды. Она немножко тепловатая, солоноватая. Ну, короче, это Боржоми просто без газиков. Ну, такой экспириенс. Вот если вы пробовали комнатной температуры или чуть выше выдохшиеся Боржоми, вот это оно. Ну, либо вам нужен этот карбонатор или что-то в этом роде. А что она, оказывается, из источника не газированная течет? Не, вообще же есть типа воды слегка подгазированные естественным путем, но кажется, это не тот случай. Хотя, может, я могу ошибаться. Ну, в общем, за что купил, за то продаю. Видел источник в Боржоме, называется Боржоме, по вкусу вроде как Боржоме, но, видимо, не очень, да, не очень анагрированные. Ну, там есть какое-то такое легкое ощущение покалывания на языке, но это все. Вот. А потом мы поехали в Батуми, собственно, это была цель путешествия всего. И, во-первых, сочетание очень похоже на азиатское сочетание. У вас на фоне какой-то морь, как горы, зелень и высотки. Вот все эти известные высотки в виде спирали, высотки в виде каких-то кружочков, просто прямые такие рубленные квадратики. Визуально очень круто. Старый город очень классный. Всем советую зайти в заведение к моему знакомому Владу под названием Чача Тайм. Там великолепно. Можете попробовать. Прекрасно. Там, собственно, чуваки специализируются на чаче и на коктейлях на чаче. Это прямо очень хорошо. Я попробовал Old Georgian. Это вариация Old Fashion только на чаче. Ну и там много всего. Прямо... Маргарит на чаче попробовал. А я не уверен, что там есть. Странное сочетание, да? Но это может быть даже неплохо. Почему нет? Это может даже Владимир. Вот. А еще этот же товарищ открыл совсем рядом соседнее заведение, которое называется «Сами люди». И мы думали, ага, забавное название какое-то такое. Оказывается, оно еще с каламбуром, потому что сами по-грузински это три, а луди это пиво. Типа три пива. Это пивняк. Ну и типа сам старый город я уже сказал, что классно. А потом финальная точка путешествия. Мы поехали уже обратно в Ереван и подумали, что раз уж мы на тачке, мы можем поехать в принципе куда угодно, не обязательно прямо в город в город. Поэтому мы забрались немножко в северное Тбилиси. Там есть такое водохранилище в форме буквы «В». И вот прямо на перемычке этой буквы есть прямо небольшая деревушка и вот в стороне от этой деревушки глэмпинг из трёх шатров состоящий буквально. И мы попали в такую просто какой-то невероятный шторм-грозу и прочее, прочее. Заехали мы туда довольно легко, а выезжали конечно на следующий день, потому что всё развезло, ещё такая не просто гравий, по гравийке нормально было ехать. Там была такая ещё насыпанная свежим прям камнем какая-то дорога, в которой машина увязает постепенно. В общем, нас тащил какой-то Мерседес полноприводный какое-то время, трос порвался, а это ещё прокатная машина. Было весело, короче. Вот, всем советую, тоже оставлю ссылку, потому что короче, очень понравился сам глэмпинг, очень приятный чувак его делает, по-моему, сам же в этом глэмпинге и живёт. Оставлю ссылку на Инстаграм, там, во-первых, просто очень красиво, очень прикольный чувак, и очень прикольные шатры, в которых есть, ну, типа, по сути, спальня, ванна, туалет, и микрокухня, и всё это умещается там, не знаю, сколько там квадратов, ну, по ощущениям, не знаю, может, 25. Видел твою инсту, подтверждаю, выглядит ошибись. Очень классно, просто невероятно. Особенно, если попадаете в погоду, когда всё вокруг сверкает, капает, барабанит по этому всему натянутому шатру, очень классно. Вот такие выводы. Вывод какой? Грузия, это не только в Тбилиси, вообще Грузия мега кайф. Если есть вариант взять прокатную машинку, берите и колесите, там очень здорово. Круто. Я что вспомнил? Сегодня у меня был необычный опыт. Компания начала поощрять, оказывается, относительно недавно. В общем, среди текущих коллег они призывают и поощряют брать новоприбовавших коллег и вводить их на ланч. Вот, сегодня меня отвёз такой чувак на ланч, я ему показал место, которое мне нравится, он сказал, давай, давай, пошли. пообщались с ним, в общем, интересный парень. Он родом из Швеции, из города Гетеборг. И у него интересная история, он там более 10 лет работал в рекламе, причём, ну, просто интересно, мы пошли в турецкий ресторан, потому что он просто, моё почтение, прям там, очень вкусно. я ему говорю, это аутентичное место, мой коллега с предыдущей работы из Турции прям подтвердил, типа, это лучшее турецкое заведение в городе, я ему верю. Вот, и он такой, а, да, я вот, типа, когда в Турции жил, там, типа, все места пахли точно так же, я такой, ага, интересно. И, в общем, так, начал так расспрашивать, в итоге чувак в один момент просто решил, я, говорят, хочу японский изучить. И полетел в Японию, прожил год в Японии, изучал японский. И я потом такой, ну, блин, ну, прикольно, впечатляет, хорошо. Потом про Турцию спросил, ну, вот, ну, ладно, в Турции он несколько лет там по работе жил, хорошо. Потом он мне рассказал, что вот он занимался рекламой 10 лет, а он работает, ну, мой коллега, соответственно, он работает в Game Industry теперь, я такой спрашиваю, а как вот это вот так вот произошло? А он говорит, ну, я такой что-то устал, мне не понравилось больше работать в рекламе, я не понял, мне не нравится, куда там индустрия движется, я перестал учиться чему-то новому. В общем, записался в школу геймдева, отучился, значит, там два года, и вот меня взяли в интернатуру, вот, в Аваланч, вот эта компания, и тут вот я, типа, вот третий год, там, второй год работаю. Я такой, ёкарная мать, это же охеренно. Какой вдохновляющий пример? Вдохновляющий пример в спору нет, тут, конечно, говорится, что условия должны как-то так совпасть, чтобы у тебя не только было желание поехать учить японский в Японию, но и возможность как будто бы... Ну да, там просто начинаешь разворачивать этот клубочек, типа, и ты такой думаешь, ага, вот ты вот типа два года учился там геймдеву, да, на что ты жил, ты же работать не мог. А вот он говорит, ну, это большое спасибо шведской системе образования. Я такая, ну, понятно, понятно. В общем, там выяснилось просто, что всё грантами покрыто. Там суть в том, что государство оплачивает 10 семестров высшего образования, и это не зря такая цифра в 10 семестров, ты их можешь распределять как угодно вообще. И вот так получилось, что он там, получается, сколько там, шесть или около того семестров отучился по основному высшему образованию, у него оставилось какое-то количество этих семестров, и он их вот на эти два года потратил, плюс ему ещё и гранты платят за это во время обучения, и то есть он, ему не надо было работать, и он был полностью, вполне себе обеспечен. И я такая, блин, да ты читер просто, тебе повезло. Так что, да. Я обожаю эти истории европейские. Я был как-то на театральном обмене в Бельгии, и там были неформально всякие тусы, и девчонка одна говорила, хочу поехать следующим летом в Австралию, наверное, пойду поработаю пару месяцев в библиотеке, чтобы накопить на эту поездку. Ты в какой библиотеке собралась работать? Королевской, что ли? Какая-то типичная у них библиотека, видимо. Да, да, да. Блин, ну это, как бы, Швеция страна победившего социализма в хорошем смысле этого слова. С капиталистическим лицом. Ну да, да, да. Этим, конечно, привлекает. Не все так просто, все эти мотивационные приколы, конечно, для изначального пинката может быть хорошей, а как вот разбираться начинаешь, так кроме зависти ничего не остается. цеплятся, блин. Ну, знаешь, неплохо и желание свое осознать и начать куда-то в этом направлении двигаться. Да, конечно, ситуация у чувака совсем другая, условия совсем другие, нежели у большинства россиян, например. но мотивирует, мотивирует. Типа, можешь ли ты менять направление развития? Конечно, можешь. Вон у нас Далер тоже такой же сидит, хохочет. Да вон, может, еще это моим коллегой станет. Спасибо тебе вообще за предложение. Я переведу свою CV на английский и пришлю тебе, если ты не пошутил. Нет, я не пошутил. У тебя есть профиль на LinkedIn? Есть. Мне надо его тоже на английский перевести. Я это сделаю за пару дней. Ну ладно, я тебе пока список вакансиков. Спасибо. Вопрос. Напоследок, а ты когда в Швецию переезжал, у тебя какой был язык? Уровень какой? B1, B2, C1? Я никогда его не измерял. Я даже сейчас не знаю, какой у меня. Ну ты просто хорошо, спокойно говорил и все. И понимал. Да? Без стресса. Ну, безусловно, я стрессовал. Потому что до этого продолжительное время с иностранцами я не общался. Только случайно несколько раз в месяц, может быть. Не знаю. По крайней мере, формального общения. Я не переживал за свое неформальное общение, потому что с кучей людей играл в основном. иностранцев. Но в целом я тебе скажу по этому примеру, особенно здесь, Вова Волонич, я просто заметил, что здесь намного более, можно, наверное, сказать, инклюзивная команда собралась, потому что очень большое количество людей из очень большого количества разных стран. Из Индии, из Пакистана, из откуда-нибудь, из Азии, не знаю даже каких частей. У нас есть люди, которые живут в Нью-Йорке. И так как получается, что мой круг общения настолько сильно обогатился, я заметил, что, ну, в общем, это надуманная проблема, скажем так, в плане ясности языка или манеры изъяснений, скажем так. Особенно, когда такой широкий набор разных представителей национальности. В общем, все это в конечном итоге может сводиться уже к банальным таким словам, несвязанной структурой в предложении набор слов, которые в общей совокупности могут сформировать какой-то смысл. Так что, не знаю, я бы не так сильно, наверное, парился. То есть, очень низкий порог входа, да, получается? Главное, чтобы ходили друг к другу. А как ты это делаешь? Слушай, ну, ты меня прям вдохновляешь. Спасибо большое. Есть еще такой нюанс, когда особенно... Я понимаю, когда у меня был очень серьезный стресс, когда я разговаривал с моим менеджером шотландцем, потому что у него же родной язык, но когда ты разговариваешь с другими иностранцами, шведы, кстати, в том числе, хоть их уровень очень высокий, ты тоже как-то сильнее расслабляешься, потому что для вас обоих это не родной язык. Понял. Ну, и слушайте, говоря о шотландском, я что-то несколько раз за последний месяц, наверное, встречал то ли Рилс, то ли еще что-то, где кого-то, шотландского чувака на улице интервьюирует и задает вопрос на английском-английском, а он отвечает, соответственно, тоже на английском, но со своим говором. И чувак переспрашивает типа раза три или четыре. Тот, который с микрофоном, говорит, я не понимаю, что ты ответил. Ну, и, кстати, для шотландского часто субтитры еще подкидывают на телеке, даже в Британии, так что... Жесть. Я, кстати, тоже ведь на этом всем тоже вырос. Я с представлением, что шотландцы... У шотландцев свой какой-то собственный язык. И он, кстати, у них есть на самом деле. Но я в том смысле, что мне повезло, видимо, попасться на очень неправильного шотландца, потому что у него был академический британский английский. Ну, кайф. Ну что, на этой, мне кажется, воодушевляющей ноте можем сегодня расходиться. Да, но давайте сначала напомним, что у нас есть чат, куда всех мы призываем вступать. Наш любимый Хоба-чат очень оживленный, очень радует меня читать его. Такие обсуждения интересные бывают регулярно. И призываем тоже всех поставить нам оценочки, типа звездочки в Apple-подкастах или там в кастбоксе. Можно, наверное, лайкнуть, не знаю, в общем, в избранной добавить. Комментарии оставляйте, безусловно. Нам любая активность приятна. Вот. И для тех, кто хочет нас как-то поддержать, у нас есть Boost и Patreon, так что, да, призываем вас тоже и на них подписаться. Это Далера очень усердно работает над тем, чтобы разнообразить и обогатить как-то контент, который доступен для наших подписчиков. Вот. Вот мы в том числе типа наполовину анонсировали такой псевдотестовый выпуск с видео. Ну, не знаю. Да. Да. Надо будет реализовать это. Да. В Boost есть разные рубрики. Например, там вы можете получить доступ к телеграм-каналу с мемами или телеграм-каналу с разными находками. Отборные мемы, кстати, рекомендую. Спасибо. Да, да. Стараюсь. Еще хочу сказать, что у нас есть сайт hobakast.ru. И я как-то очень угорел по этому сайту. Во-первых, там появляются, тоже публикуются выпуски наши. И там собираются ссылки. Все очень удобно, аккуратно, сверстно. И еще... Да, мне просто нравится. Я как-то по чуть-чуть, по чуть-чуть его всякими прикольными штуками улучшаю. Вот. Поэтому, если что, заходите, почитайте, посмотрите, покликайте. Вот. Наверное, там что-нибудь еще интересное появится, я потом отдельно это анонтирую. Спасибо, что послушали нас. Всего вам хорошего, хорошего настроения. Пока. Пока-пока. Пока-пока.